Доброе утро! 14 декабря, понедельник. И вновь мы стоим на пороге новой недели. Правда, в связи с праздником Днем независимости страны, который мы отметим 16 декабря, отдыхать придется целых 4 дня. Эта будничная неделя будет самой короткой и завершится она уже завтра. Так здорово, что можно позволить себе поработать всего 2 дня и вновь отправиться отдыхать. Но в нашем случае с Бериком мы будем работать 3 дня. Ведь в среду 16 декабря мы первыми поздравим вас в эфире Первого городского. Но не будем забегать вперед, и так начнем сегодняшний эфир, который проведем мы с моим соведущим Бериком Жак Сагалиевым. И прекрасная Жайна Целеменова. Говорить сегодня будем о добровольцах, таким образом подведя итоги 2020 года, который был объявлен президентом страны годом волонтера. В нашей студии в течение всего года не раз были в гостях волонтеры. А сегодня мы хотим поздравить всех, кто принимал участие в этом движении с наградами. Ведь 5 декабря волонтеры всего мира отмечали свой профессиональный праздник. А уже 9 декабря Акимобласти вручил благодарственные письма и медали 25 активистам в разных номинациях. Более подробно об этом поговорим с нашими гостями. А пока хочу напомнить, что до Нового года осталось 18 дней. Это значит, что сегодня 14 декабря. А вот какие события произошли в этот день, узнаем из нашего календаря. 14 декабря отмечают Международный день обезьян. Среди праздников, посвященных отдельным представителям животного мира, редким или исчезающим видам животных, животным, играющим заметную роль в жизни того или иного народа или страны, являющимся одним из символов государств, эта дата стоит особняком. А связано это не только с особенностями животного, которому он посвящен, но и с тем, каким образом дата празднования появилась. Напомним, обезьяны – подотряд млекопитающих из отряда приматов. Они обитают в тропических и субтропических регионах Америки, Африки, за исключением Матагаскара, в Гибралтаре, а также в Южной и Юго-Восточной Азии, вплоть до Японии. В настоящее время известно о более чем 400 видах обезьян. Сам же праздник в честь этих животных не носит официального международного статуса и не является государственным или национальным праздником какой-либо страны. Он появился как шутка среди студентов Мичиганского университета. Один из студентов отметил в календаре дату 14 декабря, как День обезьян. Произошло это в 2000 году. Тогда шуточная затея завершилась шуточным же праздником, отмеченным студентами. Однако, как это часто случается, шутка постепенно переросла в традицию, а интернет сделал ее международной. Художник Кейси Сороу вместе со своим другом начали использовать идею этого праздника в своих художественных работах и комиксах, что только способствовало распространению праздника сначала в США, а затем и в других странах. Постепенно юмористический оттенок празднования, когда участники мероприятия одевались в костюмы обезьян и подражали им, начал приобретать уже новые формы и черты. В Туркменистане сегодня чествуют работников нефтегазовой отрасли и геологии. Появление этой даты в календаре праздников и памятных дат Туркменистана связано с важным экономическим событием 2009 года, затрагивающим нефтегазовый комплекс государства. Именно тогда был введен в эксплуатацию газопровод «Туркменистан-Китай». Важное экономическое соглашение о строительстве газопровода было принято в 2007 году главами Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Китая. 14 декабря 2009 года газопровод начал работу, что и дало повод к учреждению профессионального праздника газовиков, нефтяников и геологов, отдавая должное их труду на благо государства. 14 декабря день честования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Напомним, что 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях – авария на Чернобыльской АЭС. С целью достойного празднования мужества, самоотверженности и высокого профессионализма участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в поддержку инициативы общественных организаций и Министерства труда и социальной политики Украины 10 ноября 2006 года указом президента Украины была учреждена сегодняшняя памятная дата – день честования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Второе название праздника, кстати, – День ликвидатора. Дата празднования 14 декабря – день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Вообще строительство саркофага было закончено 30 ноября 1986 года, а 14 декабря в газете «Правда» было напечатано сообщение о том, что Госкомиссии был принят в эксплуатацию комплекс защитных сооружений. И напоследок отметим еще одну международную дату. Правда, отмечать ее будут завтра. 15 декабря считается Международным днем чая. Решение отмечать дату было принято после неоднократного обсуждения во многих международных организациях и профсоюзах во время Всемирного общественного форума, проводившегося в 2004 году в Мумбае, в Индии, и в 2005 году в Бразилии. Именно в этот день была обнародована Мировая декларация прав работников чайной индустрии. Соответственно, Международный день чая в основном отмечают страны, в экономике которых статья о производстве чая занимает одно из главных мест. Это Индия, Шри-Ланка, Мангладеш, Непал, Китай, Вьетнам, Индонезия, Кения, Малайзия, Уганга, Танзания. Но и мы можем отметить день чая, ведь в наших традициях чаепитие – одно из любимейших занятий. Кстати, считается, что чай, как напиток, был открыт вторым императором Китая – Шеном Нунгом примерно в 2737 году до н.э., когда император опустил листочки чайного дерева в чашку с горячей водой. Доброе утро всем, кто только присоединился к нам! Вы смотрите программу «Новое утро» на телеканале Рико ТВ. Генеральным спонсором нашего проекта является строительный холдинг К-7 Групп. Квартиры по очень привлекательным ценам, плюс отличные программы, в том числе и государственные, преимущество которых, как правило, в низкой процентной ставке. А в скором времени строительный холдинг К-7 Групп объявит о начале строительства нового жилого комплекса. Но уже известна локация, где будет располагаться новый жилой комплекс. Об этом можно узнать в их инстаграме на страничке К-7 Групп. Итак, еще больше молодых семей обретут свое жилье, свой уголок. Кто мечтает расширить жилую площадь, исполнив задуманное, а кто-то начнет самостоятельную жизнь от родителей. В общем, все возможно с К-7 Групп. Мы же с удовольствием напомним вам о программах, в рамках которой вы можете приобрести квартиры в К-7 Групп. Это трейд-ин, когда любой транспорт, включая спецтехнику, вы можете обменять на квадратные метры. Также есть программы «Шанрак», «Баспанахит», «7-20-25» и «5-10-20». Выбирайте любую. За консультацией можете заехать в офис компании. Расположен он, расположен К-7 Групп по адресу улицы Газизы Жубановой, 13D, офис 14. Также следите за их новостями на странице в инстаграме k7group.oktube. И напоминаем еще раз, что К-7 Групп приглашает к сотрудничеству управляющие компании. Это КСК и ЖЭК для комплексного технического обслуживания жилого комплекса АБРОИ. А еще в их аккаунте часто мелькают сообщения о том, что требуются специалисты разного профиля. Будьте подписаны на нашего генерального спонсора в социальных сетях, заглядывайте на их YouTube-канал и на официальный сайт. Мы же продолжаем эфир. Сегодня, как было ранее заявлено, подведем итоги года волонтера. Буквально на прошлой неделе, 8 декабря, президент страны принял участие в официальном торжестве, поблагодарил всех за проделанную работу, а у нас в области 9 декабря прошло награждение активных волонтеров. Внимание на экран. Давайте посмотрим, как и где проходило мероприятие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы смотрите программу «Новое утро». Напомним, что год завершается, и сейчас время сдавать отчеты, налоги и так далее. Не затягивайте с цифрами, а если не можете разобраться с аудитом сами, тогда обратитесь к специалистам в профсервис. Здесь вам помогут с любой математикой. Мы скажем даже больше. Здесь ваш бизнес упакует так, что вам останется лишь удивляться, подсчитывая доходы. Расположен профсервис в микрорайоне Баттес 2, дом 19, офис 86. Рядом с гипермаркетом «Дина», но проще их найти в инстаграм. Проф, нижнее подчеркивание, сервис 1. Здесь и номера телефонов, и карта, как добраться, а также ежедневно посты о новшествах в мире цифр. А рядом с профсервис расположен другой наш партнер – это салон «Люстры Абажур». Наше любимое, уютное, прекрасное место, где можно найти абсолютно все для дома. Хотите новогоднюю фотосессию дома рядом с камином? Пожалуйста, камин есть в салоне «Люстры Абажур». Хотите больше света в зале, столовой или спальне? Пожалуйста, в салоне «Люстра». Огромный выбор стильных люстр, брат, оршеров и светильников. Вы только посмотрите на люстру, которая украшает нашу студию, и вы все поймете сами. Нашу аналогичную можно купить в микрорайоне «Батос» 2 по проспекту Али Молдоголовы, 57 Г. Их инстаграм – «Абажур», нижнее подчеркивание, «Октубе». Телефон для справок – 8707-540-5565. Сегодня 14 декабря, понедельник, и мы, Жайна Цулейменова и Берега Сагалиев, в рамках утренней программы решили поднять тему волонтеров. Ведь 2020 год уже завершается, а, как вы знаете, этот год был объявлен годом волонтера. Кто это такие? Почему они трудятся бесплатно? Как и чем помогают? В этих и других вопросах постараемся разобраться. Знаешь, Берег, сейчас молодые люди такие инициативные, активные, энергичные, готовы трудиться на благо страны и Родины. А общественная жизнь никогда не оплачивалась. И ты помнишь ведь, как кандидат-депутат и блогер-бизнес-вумен Бахыт Молдогиреева, которая была в прошлом эфире, сказала, что это по велению сердца и дыши? Да, честно, очень горд, что есть такие молодые и амбициозные, перспективные люди, готовые прийти на помощь. О них мы сегодня говорим. Сейчас небольшой рекламный блог, после которого будем встречать наших гостей. Доброе утро, дорогие телезрители! Ну а мы продолжаем. И сегодня у нас в студии в гостях Бекниязова Ордак Калиаскеровна, заместитель руководителя областного молодежного ресурсного центра. Доброе утро! Здравствуйте! Ордак, и хотелось бы задать такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, какого числа и где проходило мероприятие, награждение волонтеров? 9 декабря Жубанов Таралима в центре у нас прошла церемония награждения областной молодежной премии волонтеров года 2020, где были награждены наши волонтеры по 25 номинациям. 25 номинаций, да? 25 номинаций было. Это был конкурс, где участвовали где-то свыше 200 организаций, волонтерских групп, учреждений. Здесь мы выявляли, вот комиссия специально была создана, они выявляли лучшую волонтерскую группу, лучшую волонтерскую организацию. Также этот год, ведь год волонтеров, он вот завершается. Все мероприятия проходили под эгидой Бргемс. И общенациональный проект Бргемс у нас и во всех других областях по семейным направлениям были мероприятия проведены. И вот в этих номинациях мы тоже именно были награждены по вот этим семейным направлениям. Плюс еще учреждения, которые оказывали содействие от волонтерской деятельности в нашей области. Вот вы сказали, что было 25 номинаций, правильно? А вот по каким критериям именно оценивали ребят, которые были награждены в итоге? Заранее до этого, до декабря, где-то у нас в октябре, была комиссия специальная, я бы сказала, была создана. И все конкурсные требования в положении были сказаны. То есть по каждому 25 номинаций были со своих критериев. То есть именно за последние три года, и этот год, считаю, волонтеры должны были деятельность свою именно в виде портфоли показать. Кроме этого, учитывалось то, какую помощь непосредственно населению они оказали. Своим направлением. Должны были привести примеры, то есть подтверждающие документы. Это все рассматривалось в комиссии и были выявлены лучшие из лучших. Честно сказать, я вот знаю, что, я непосредственно знаю, что это за мероприятие, как оно прошло. Оно прошло на довольно высоком уровне и, кстати, был приглашен Аким области. Да, это областная молодежная премия, которую присуждал Аким области, потому что учредителем именно областного молодежно-ресурсного центра является областная Акимат наша. То есть это государственное учреждение, организация, где мы оказываем содействие молодежи от 14 до 29 лет. То есть данный праздник в честь волонтеров. Да, и потом, ведь 5 декабря у нас каждый год празднуется международный такой День волонтеров. День волонтеров. Да, и если мы, например, в начале этого года у нас вообще по области было всего лишь 35 волонтерских организаций, групп, то в этом году их число уже стало около 100, уже 94. То есть волонтеров стало больше. Волонтеров стало больше. Волонтеры, я считаю, именно в этом году, когда чрезвычайная ситуация совпала с годом волонтера, люди, очень много у нас таких милосердных людей, людей доброй воли. Люди, которые от чистого сердца хотят помочь всем нуждающимся. И действительно этот год доказал, кто такой волонтер. Да, мы не раз уже встречали волонтеров у себя в студии, да, и спрашивали, такие вопросы задавали, можно ли считать, да, даже соседа, который помогает, да, старой бабушке, там соседке, тоже волонтерам. Действительно, очень много людей, и это... На самом деле, это вот большая заслуга ребят, которые бескорыстны, бесплатно, готовы... Безвозмездно, да. Отдавать свое время, силу, энергию просто во благо людей, которые также находятся вокруг них. А вот скажите, пожалуйста, какую работу делали волонтеры? Вот вы назвали номинации, да? Можете, ну, назвать пару номинаций и вот сказать конкретно, чем они занимались? Вот, например, по номинации общенационального проекта «Брегенс» по направлению «Фаза АЛЕМ». Это волонтеры экологического направления. То есть они целый год именно, значит, проводили экологические акции, где собирали мусор. И не просто собирали, они еще их сортировали. То есть по видам мусора. Везде. Особенно это было вот летом. Эти акции очень часто проводились. И у нас, например, при учебных заведениях, например, были созданы волонтерские группы именно такого направления, экологического направления, например, ЭКОРСУ, где она руководитель у нас Софии Вайгером, которая является студенткой нашего университета имени Кудавергена Жубанова, которые собрали, например, в этом году более 20 тысяч тонн мусора сортировали и специально, значит, отвезли их. То есть не оставляли там, где они отступали, отвезли именно в специальный пункт приема. Также у нас, например, можно назвать такой проект, как, наверное, Сабак-тостаг, где волонтеры именно оказывали помощь сиротам, детям-сиротам, малоимущим, из малоимущего населения. Также детей, которые остались в виде подпечительства. То есть с ними были организованы различные мероприятия в поддержку таких детей. Кроме этого, у нас вот в Арктибинской области очень много исторических мест. Ну, соблюдение всех санитарно-гигиенических норм, конечно, проводились все мероприятия. Кстати, и вот это мероприятие, которое мы провели 9 декабря, тоже были соблюдены все санитарно-гигиенические нормы. И дистанцию, я даже знаю, соблюдали. Все были в маске, потому что мы знаем, что еще, хотя год завершается, но все должны быть на чеку, как говорится. Потому что здоровье – это самое главное богатство. И во время пандемии у нас еще по одной номинации – это социальная помощь. Волонтеры оказывали именно тем людям, которые заболели во время этой пандемии, лежали в больнице. Вот были оказаны им помощи в виде продуктов, в виде лекарств. Когда у нас был же ажиотаж с лекарствами, когда люди не могли простейшие элементарные лекарства, например, найти. И волонтеры были, связались с волонтерами других областей, даже из России волонтеры. И вот так вот доставлялись лекарства этим людям, нуждающим этим людям. Благодаря таким вот людям, да. Благодаря, да, вот такой помощи волонтеров. Эти люди, например, выздоровели, сейчас вот за здоровьем у них все в порядке. И даже отрадно то, что люди, действительно, которые оказались в трудных ситуациях в этом году, именно обращались к волонтерам. Звонили нам, просили прямо, это волонтеры, тема. Мы, хотя работаем в областном молодежном ресурс-центре, но наши сотрудники, с одной стороны, тоже волонтеры. Тоже выезжали на различные мероприятия, проводили акции. Да, говорили волонтеры, вот мне нужна такая-то помощь. И мы оказывали пожилым людям. У нас есть, ну, есть даже немало людей, которые живут, вот, одинокие пожилые люди. Есть люди с ограниченными возможностями. Которым некому помочь даже, да? Да. И вот они ходили, помогали, оказывали вот такую социальную помощь. Очень много, вы сказали, учреждений, да, вот у них есть свои группы волонтеров. Сейчас уже почти в каждом учреждении есть вот такие вот волонтеры, которые помогают. Если, например, в основном волонтерские группы в том году были, в основном, студенты, рабочие, молодежь. Сейчас отрадно, что в этом году, ну, я не могу сказать, что во всех, во многих учреждениях, государственных учреждениях, мерческих, вот были созданы волонтерские группы. И, кстати, вот мы, у нас одна из номинаций была лучшая корпоративное волонтерство. Например, Жилстрой Сбербанк, филиал Жилстрой Сбербанка, там тоже создана волонтерская группа, это корпоративное волонтерство, которые участвовали во всех благотворительных акциях. Как раз вот была акция, это помощь, когда детей собирали в школу вот 1 сентября, благотворительную акцию провели. То есть сами же собирали деньги, искали спонсоров и помогли именно детям из малоимущих слоев населения. Хотя, конечно, сейчас онлайн, все мероприятия наши были переведены на онлайн формат, но все же, можно сказать, что наша молодежь, именно наша активность в области, несмотря на все вот эти сложности, ситуации, вышли как-то в этой ситуации. И очень много у нас не только молодых людей, а вообще, ведь волонтерство, оно... Мне кажется, не имеет возраста, да? Не имеет возраста. В составе волонтерских групп есть даже пенсионеры, которые вот все свободно, они и так свободны, вот хотят помочь другим людям. На мероприятии прозвучала одна очень интересная мысль о том, что было не только в 2020 году, в год волонтеров, но и с каждым годом становилось все больше волонтеров. Вот, можете ли вы, пожалуйста, пожелать нашим телезрителям и рассказать от своей души, каково это быть волонтером и каково это помогать людям, чтобы люди также были в этом заинтересованы? Да, хотя этот год заканчивается, год волонтера, но ведь у нас, у казахского народа, ведь издавна, из покон веков, есть такая традиция АСАР, когда люди помогают людям построить дом, помогают нуждающимся. Этот год доказал, что волонтерство – это веление души, это люди действительно доброй воли, чистого, с чистыми помыслами, чистым сердцем помогают другим людям. И следующий год, на следующий год мы тоже планируем работу с волонтерской организацией, организациями, для того, чтобы еще больше людей были заинтересованы этой деятельностью. Что дает волонтерство? Волонтерство – это, во-первых, знакомишься с многими людьми, у тебя появляются друзья. Ты можешь, когда ты оказываешь помощь, помогаешь другим людям, тебе становится хорошо, ты берешь очень большую позитивную реакцию и чувство патриотизма. И я считаю, что волонтеры – это настоящие герои. Герои нашего времени. Да, и самые настоящие патриоты. Патриоты, да. Не могли бы вы теперь поделиться, какие у вас планы на будущий год? Ну, на следующий год, я думаю, что у нас будет все хорошо, что ситуация, которая была в этом году, она останется в этом году. Тем более, приближаются очень большие праздники, это 16 декабря, День независимости нашей республики. Затем мы празднуем уже Новый год. Хочется всем пожелать, чтобы у всех было крепкое здоровье, во-первых. И в связи с этим, значит, этот год показал, в каком направлении мы должны работать следующий год, 2021 год. У нас будут очень много мероприятий, направленных именно на экологического характера. Также мы хотим выйти уже на международный уровень, приглашать на наши мероприятия, наших друзей из других республик. Сами хотим выезжать. Помимо этого, у нас с самих очень много было проектов, например, направленных для молодых семей. Для волонтеров мы планируем организовать трехдневный лагерь, который будет проведен. Я думаю, что все будет хорошо в летнее время. И, конечно, будет очень много мероприятий для того, чтобы молодые люди могли достойно провести свое свободное время, позитивно. Отлично. Здорово. Благодарим вас, что пришли в нашу студию. И хочется пожелать вам, чтобы ваше движение только набирало обороты. И люди с открытым сердцем только все больше и больше приходило, да, и помогало. Спасибо. Ну а мы, дорогие, мы с вами не прощаемся, а продолжаем нашу передачу. Но хочу напомнить, у нас в гостях была Бекниязова Ордак Калиаскеровна, заместитель и руководитель областного молодежного ресурсного центра. Встретимся с вами после рекламы. Доброе утро, дорогие друзья! Ну а мы продолжаем наш утренний эфир. Совсем недавно мы разговаривали с Бекниязовой Ордак Калиаскеровной о мероприятии, которое прошло 9 декабря. Мероприятие, кстати, было приурочено к закрытию года волонтеров и подведению итогов. И сейчас у нас в гостях Камшат Молодогалиева, волонтер, которая выиграла в одной из номинаций. Доброе утро! Доброе утро, Камшат! И сразу же хотелось бы задать вопрос, я все-таки вижу, у вас такая красивая медалька. Какую номинацию вы выиграли? У меня номинация была по правонарушению. То есть вы занимаетесь искоренением правонарушений? Да, верно. Отлично. Какую работу вы ведете как волонтеры? С кем работаете? Мы в основном с молодежью, занимаемся профилактикой правонарушений среди молодежи, устраиваем рейды. То есть бесстрашная девушка, вы ходите с полицейскими и как бы работаете с подростками. Почему именно подростки? Наверное, интересно, вы все-таки сами недавно были подростками. Да, я как сама подросток, до 18 нам как бы не разрешают на рейды выходить, потому что это как опасно, все-таки я девочка и все такое. А сейчас уже как 18 исполнилось, на рейды выхожу, это очень интересно, я думаю, вместе с полицейскими работать, на вызовы разные выходить и с молодежью работать. На самом деле, это круто и интересно, да? Да, это очень. К слову, на мероприятии не раз говорили про дух патриотизма и получается вы через ваше волонтерское движение проявляя дух патриотизма ставите их на правильный путь или же на путь исправления? Ну, мне вот все равно, все-таки она девушка, но очень темно, полицейский. Как относятся к этому родители, к вашему делу? Все-таки это общественная нагрузка. Да, родители поддерживают всегда, конечно, они за любое мое начинание, они гордятся мной. Ну, конечно, мы тоже гордимся, так же, как и ваши родители. Волонтеры и волонтерские движения. А теперь, после того, как мы все перечислили, расскажите о себе, сколько вам лет, где учитесь и чем увлекаетесь, помимо волонтерства? Хорошо, меня зовут Камшат, мне 18. Я учусь в многопрофильном колледже Агут-Арлан. Моя специальность – это филология. В этом году только поступила, после 11-го. Поздравляю. Спасибо большое. Вот, будущий филолог. Филолог, да. Ну, возможно, очень прославленный волонтер. Да. Почему решили стать волонтером? Вот, откуда это пошло? Волонтер я уже как больше три с половиной года занимаюсь этим. Занималась я, начинала тем, что мы раздавали просто брошюрки, там разные рекламки, скажем так, как волонтер. Бабушкам, дедушкам помогали, дома у них убирались, там разные, бесплатно, естественно, на общественное начало, добровольно. Этим начали заниматься. Потом у нас открылась вот Жасахше. Мы как раз открылись, как это сказать вам, областной ресурсный центр. И при областном ресурсном центре? Мы открылись, да. Они всегда нас поддерживают, всегда наше новое начинание, идея. Я хочу вам сказать огромное спасибо областному ресурсному центру. Как руководитель? Какая ваша основная работа? Руководить? Руководить. У нас в группе 50 человек, волонтеров. Все у нас активные, дружелюбные, все большие молодцы. Позитивные, самое главное, да? Ну, мы как передаем друг другу, ну, как знаниями делимся разными, у нас есть волонтеры. То есть вы вместе развиваетесь? Да, да, да. Есть и взрослые волонтеры, и самые маленькие, это лет 13. А вот самому старшему волонтеру в вашем движении? Самому старшему волонтеру 28. 28 лет? Да. Отлично. То есть это все, это самые простые люди, у которых есть свои дела, свои заботы, работа, основная учеба. Да, да. Но при этом они также уделяют время волонтерству и общественному началу. Отлично. Вот можете, пожалуйста, рассказать, с какими интересными ситуациями вы сталкивались во время работы? Может, какие-то масштабные проекты были или же какие-то курьезные моменты? То есть все самые интересные истории. Ну, во время работы было так, что когда мы ловили, ловили, скажем так, правонарушителей, да, девочек, детей, которым нету 18, не достигшие совершеннолетия, они подделывали свое удостоверение, о котором написано, например, например, она 2004 года сделала себе удостоверение 2000 года, там, 99-е. Ну, это всегда так. Иногда случаются у нас такие вот истории. Надюш, какие изобретательные подростки. Я в свое время, я просидел дома. А может, еще что-то интересное. Кстати, это ваша первая награда? Да, это моя первая награда. Какие у вас ощущения? Это просто круто. Вот, честно, это моя первая награда, да. Не знаю, мне кажется, все достойные волонтеры, это просто классно. Я присутствовал на мероприятии, и помню, как вы поднимались на сцену, и просто ваши горящие глаза, сиди в таком области, все хлопают, называют ваше имя, ваши регалии, и наверняка в тот момент вы почувствовали, что все, чем вы занимаетесь, это не просто так. Да, 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 да. Это было очень круто. Какие ваши ощущения в тот момент, что вы испытывали? Это даже не передать словами, знаете, это когда подарок тебе дарят, вот, не знаю, просто так, скажем так, и вообще приятно очень, конечно. Волнительно. А какие у вас, возможно, есть планы на будущий год? Этот год все-таки уже заканчивает, вы закончили его очень даже хорошо. Достойно. Ну, мы скажем, год волонтера, это не просто, если год волонтер, значит, заниматься этим только. Мы будем и в дальнейшем, у нас есть планы разные, да, конечно, помогать, благотворительностью, например, заниматься. Есть, конечно, планы вот на Новый год. Может, поделитесь, если не секрет. Детям думали шоколадки, знаете, такие простые шоколадки, например, раздать детям, которые на улице, ну, на улице, которые... Просто поднять настроение, да. Лиже к Новому году, например. Или, например, какую-то семью взять, помочь ей продуктами, обеспечить. Вот так вот мы хотели на Новый год. Просто настроение поднять. Семья, например, да, детям. Возможно, у вашего движения или у волонтерского движения есть Инстаграм, в котором можно наблюдать и вдохновляться на добрые дела. У нас его и так же можно присоединиться. Можете, да, подписываться. Да, вы можете назвать его, мы вставим, и люди смогут подписаться. Да, конечно. Можете назвать Инстаграм. Жасахша, вот так и называется. Жасахше, нижний пробел. Отлично. Все, теперь и мы, и наши телезрители будут знать, подписывайтесь, да. Да, где что смотреть и вдохновляться. Сидите за новостями. И мне нравится то, что вы именно работаете с молодежью, да? То есть уже современная молодежь наша вот учится милосердию, да? Да, на самом деле. Доброте, да. Доброте, да. Отлично. Потому что сейчас многие, в основном, ну и так обучение проходит дистанционно, онлайн, и здесь, где можно собрать, то есть вот это вот свободное время, да, провести с огромной пользой. Чем сидеть дома. И заботой о других. Да, чем-то заняты будут. Да, к слову, вы вот рассказывали о рейдах, в которых вы ходите с движениями. Я вижу, вы пришли не с пустыми руками. Можете, пожалуйста, показать, что это? Это вот наша форма. Это ваша форма, в которую вы выезжаете на рейде. Да, это вот наша форма. Ага. Бедная. Вот сзади вот так студенты уже сам написаны. Можете показать вот эту камеру. Вот наша форма. Вот наш логотип. Значок «Жас Ахшэ». Ага. А вот отличная форма. У вас наверняка будет в ней особо заметна ночью. Да, да, да. Все ходят, да, в этом? Да, у нас форма, как у патрульной прям. Ага. Вот вы занимаетесь уже долгое время патрулированием. Патрулированием, да. И какие вы видите результаты на данном уровне? То есть наверняка вы видите людей, которые… Или на улице можете встретить ребят, которых вы когда-то задерживали, если так можно сказать. Было, да. Это же она, которая нас… А сейчас они уже встали на правильный путь и, вдохновившись вашей работой, возможно, даже вступили в вашу волонтерскую организацию. Есть такие? Такие и есть, да, конечно, которые наблюдают за нами постоянно и присоединяются в нашу команду. И есть те, которые, например, когда меня нет в рейдах, ну, они говорят, как вам скажешь там своим, чтобы нас отпустили или что-то такое, типа… То есть вы уже в дружеских отношениях. Да, да, да. Такое иногда бывает. Отлично. И в завершении нашего интервью можете сказать нашим телезрителям пару слов на путстве, чтобы они, возможно, вдохновившись, также встали на путь волонтера. Вот можете в эту камеру. Хочу сказать, быть волонтером – это от сердца идет, и это работа души, что ли, хочу всем сказать, чтобы присоединялись к вам. Да, присоединяйтесь в наши ряды, давайте делать этот мир чуточку добрее. Отлично. Очень скромная девушка. Да, ну, там что-то прямо оно от души сказало. Да, это скромно, это перед вами. Ну, а в рейдах вы, наверное, вообще не скромны. Отлично. Ну, я напомню нашим телезрителям, что сегодня в гостях у нас был волонтер, победитель в номинации, которая, кстати, проходила 9 декабря, Камшат Мода Галиева. И хотим сказать вам большое спасибо за то, что провели это утро вместе с нами. Рассказали нам и нашим телезрителям про волонтерство изнутри, как это интересно и как это важно для нашего современного общества. Ну, а мы продолжим сразу после рекламного блока. Час эфирного времени в кругу гостей и наших партнеров пролетел незаметно. Напомним, что одним из наших партнеров является эксперт оптика, где можно проверить зрение на высокоточном оборудовании. Прием ведет врач-офтальмолог-контактолог. Также здесь огромный выбор оправ, контактных и очковых линз и аксессуаров. К тому же опытные мастера изготовят здесь очки в течение 30 минут взгляните на мир с любовью вместе с эксперт оптика. Субтитры создавал DimaTorzok И не забудьте на кону автомобиль. Унидос запустил масштабный розыгрыш со множественными призами, где главный приз – автомобиль, путевка на двоих Египет и iPhone 12 Pro. А еще разыгрываются призы Apple Watch, AirPods и множество денежных призов. Думаю, вы уже видели их классный ролик в посте, под которым условия, ну, очень простые. Нужно всего лишь подписаться на страницу unidos.kz, сделать заказ на 7000 тенге, получить номерок участника и сохранить его. Розыгрыш главного призна состоится 1 марта. Закажите вкусную еду с быстрой доставкой до двери и выигрывайте автомобиль. Сегодня говорили о волонтерах и их деятельности, подвели итоги года волонтеров. Радует, что подрастающее поколение в этом году очень правильно продемонстрировали свою бескорыстность, добровольно помогая тем, кто действительно нуждается в опеке. Тем самым подали положительный пример не только своим сверстникам и подросткам, но даже взрослым людям. В очередной раз доказав, что только сплоченность может побороть даже самые, казалось бы, непреодолимые барьеры. Сегодня на счету актюбинских добровольцев тысячи добрых дел и растопленных сердец. Благодаря их доброй энергии и целеустремленности благие дела теперь будут только приумножаться. А подобные награждения станут отличным подспорьем. К слову, ряды волонтеров сейчас насчитывают около 5000 человек, когда до года волонтера их было всего около 2000 человек. На этом наша программа завершена. Встретимся утром 16 декабря, чтобы поздравить вас с Днем Независимости нашей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин